Губернатор НАО и гендиректор Вьетнамской нефтегазовой группы Петро Вьетнам обсудили перспективы сотрудничества. Стороны договорились о проработке возможности реализации новых совместных инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли. Правительство утвердило круглогодичное субсидирование авиаперевозок по маршруту на Ринмар, Москва и обратно. Теперь приобрести билет по специальному тарифу смогут и члены многодетных семей. По результатам проверок изыскательских работ разработана проектная документация на реконструкцию 33 аэропортов России, в том числе двух аэропортов в Ненецком округе. Меткие, ловкие и быстрые студенты НАЭТ и СГК состязались в конкурсе оленеводческих бригад. Кому досталась победа, расскажем в материале выпуска. Вы смотрите новости на телеканале «Север» в студии Ирина Никишина. Здравствуйте! Губернатор округа Александр Цибульский встретился с генеральным директором вьетнамской нефтегазовой группы «Петро Вьетнам» Нгуэн Ву Чонг Шоном. Стороны договорились о проработке возможности реализации новых совместных инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли. Встреча прошла в Ханое, где глава региона находится с визитом в составе официальной российской делегации во главе с премьер-министром правительства России Дмитрием Медведевым. Цибульский – единственный глава субъекта России, принимающий участие в двухдневном визите делегации Российской Федерации во Вьетнам, который начался в воскресенье. Глава Ненецкого округа Александр Цибульский принимает участие в официальных мероприятиях в рамках общей деловой программы пребывания делегации России. Кроме того, губернатор НАО встретился с руководством нефтяной компании «Петро Вьетнам», которая представляет вьетнамскую сторону в составе совместного российско-вьетнамского предприятия «Русвет Петро», ведущего разработку нефтегазовых месторождений на территории округа. Глава нефтяной компании заявил в ходе диалога с губернатором НАО о планах «Петро Вьетнам» по наращиванию добычи полезных ископаемых на территории Тимана-Печорской нефтегазоносной провинции. Мы намерены не только продолжать свою работу нашего совместного предприятия «Русвет Петро» на уже действующих месторождениях в Ненецком округе, но и рассматривать возможность работы на других участках Тимана-Печорской нефтегазоносной провинции. В этом вопросе нам хотелось бы заручиться поддержкой со стороны региональных властей Ненецкого округа, сказал в ходе встречи Нгуен Ву Чионг Шон, отметив, что компания ставит перед собой цель не только поддерживать на существующем уровне, но и постепенно увеличивать объемы. В свою очередь глава Ненецкого округа заверил руководство нефтегазовой группы в том, что округ также заинтересован в разработке новых месторождений на его территории и реализации новых инвестиционных проектов, поскольку это напрямую связано с социально-экономическим развитием НАО и повышением качества жизни людей в округе. Мы, безусловно, приветствуем инициативу коллег и будем всячески содействовать ее реализации. Кроме промышленной деятельности, компания в полном объеме выполняет взятые в рамках наших договоренностей социальные обязательства на территориях своего присутствия. Это наши надежные партнеры, сотрудничество с которыми мы намерены продолжать, отметил Александр Цибульский. Губернатор округа поблагодарил главу нефтяной корпорации за уже проделанную совместную работу. В свою очередь генеральный директор Петра Вьетнам заверил руководство округа в намерении продолжить сотрудничество. Александр Цибульский предложил Нгуэн Ву Чонг Шону в числе прочих совместно реализуемых социальных проектов подключиться к созданию в Ненецком округе заполярного образовательного центра, где в том числе будут развиваться нефтегазовые компетенции. Вьетнамская сторона поддержала эту идею. В завершение встречи глава нефтегазовой группы Петра Вьетнам принял предложение Александра Цибульского посетить Ненецкий округ в 2019 году. Предполагается, что визит вьетнамской делегации состоится летом. В ходе него стороны приступят к проработке вопросов по реализации новых инвестпроектов. Правительство утвердило методику расчета девяти новых показателей работы губернаторов. Они дополнят собой 15 уже применяющихся. Теперь, чтобы получить пятерку от правительства, губернаторам придется работать, не покладая рук. К вполне традиционным индикаторам добавляются показатели, которые должны позволить более тонко оценивать изменения качества жизни людей, а также очистить усилия региональных команд от вклада федерального центра. Так, по каждому региону посчитают коэффициент доступности жилья. Он определен как количество лет необходимых семье из трех человек, чтобы купить 54-метровую двухкомнатную квартиру. Отношение средних расходов на оплату услуг ЖКХ к фиксированному набору основных товаров и услуг. Плотность сети, находящихся в нормальном состоянии региональных и муниципальных автодорог. Доли утилизированного мусора и нормативно очищенных сточных вод в общих объемах коммунальных отходов и сточных вод. Результаты независимой оценки качества услуг организации и социальной сферы. Подушевой объем инвестиций в основной капитал, кроме средств федерального бюджета и инвестиций в добывающие отрасли. Первые решения с учетом новых показателей возможны не ранее 2020 года. При оценке темпов наращивания экономического налогового потенциала территорий, за что лучшим 40 регионам положены гранты из федерального бюджета, они будут применяться только с 2021 года. Правительство утвердило круглогодичное субсидирование авиаперевозок по маршруту Наринмар-Москва-Наринмар. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства. Ранее субсидировались перевозки, выполняемые в период с 1 марта по 1 декабря. Как отмечено в постановлении, предельная величина специального тарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении составит 4000 рублей. Размер субсидия на перевозку одного пассажира в одном направлении также 4000 рублей. Также изменения коснулись категории граждан, имеющих право на приобретение льготного билета. Теперь приобрести билет по специальному тарифу смогут не только граждане России моложе 23 лет, мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет, инвалиды первой группы, инвалиды с детства второй или третьей группы и сопровождающие их лица, но и члены многодетных семей. Маршрут Наридмар-Москва-Наридмар вошел в перечень субсидируемых воздушных перевозок вместе со 152 направлениями. Напомню, ранее губернатор округа Александр Цибульский обсуждал вопрос о субсидировании тарифов пассажирских авиаперевозок во время встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем правительства России Дмитрием Медведевым. Аэропорты Наридмара и Амдурмы включены в перечень объектов, которые могут реконструироваться в рамках федерального проекта развития инфраструктуры региональных и местных аэропортов, комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Об этом сказал заместитель руководителя Росавиации Олег Клим в своем докладе о реконструкции инфраструктуры региональных аэропортов и расширении сети межрегиональных пассажирских авиационных маршрутов в Российской Федерации. Согласно проекту, при выделении средств федерального бюджета запланировано произвести в аэропорту Наридмара реконструкцию рулежных дорожек, перона, мест стоянок воздушных судов, водосточно-дренажной системы, строительство ограждения аэродрома и патрульной дороги, очистных сооружений, аварийно-спасательной станции. В аэропорту Андермы планируется реконструировать взлетно-посадочную полосу с искусственным покрытием, рулежной дорожки, перон. Запланированные мероприятия необходимы для обеспечения требуемого уровня безопасности полетов, сохранения аэропорта в составе национальной опорной аэропортовой сети. В Ненецком округе продолжается призывная кампания. Она продлится до конца декабря. Еще одна группа местных ребят отправилась к месту несения службы. На ближайший год домом для 26 новобранцев станет новая земля. Все подробности у Людмилы Сидейской. Хорошее настроение, есть желание служить. Сергей Шиляев – один из 26 новобранцев. И, как признается молодой человек, служба на новой земле его не пугает. Ведь главное – отслужить и отдать долг родине. Ну а после поступить и получить высшее образование. Тем более Сергей уже определился с будущей профессией. Учился, так надо сходить в армию, чтобы потом больше возможности было куда-либо устроиться. Пока еще под вопросом, но планирую закончить высшее учебное заведение. Ну, культорганизатором куда-то туда, чтобы работать с молодежью как-то. Ну, мне интересно просто так. А вот Алексей Воробьев был удивлен, когда узнал, что будет проходить службу на новой земле. Думал, отправят в морской флот. Впрочем, боевой настрой молодого человека остался. Если бы ничего не приходило, я не знаю. Дальше бы куда-нибудь устроился в другой чем заведение, дальше бы учился. Поиска пришла, надо идти в армию, начинали идти в армию. Перед отправкой призывники проходят медицинский осмотр. Процедура хоть и формальная, но обязательная. Если у новобранца есть ушиб или синяк, то его могут отстранить от службы еще на год. Сегодня все без замечаний. Причем у всех ребят категория годности А. После инструктаж о том, как вести себя в распределительном пункте и что можно взять с собой. Сказать слова на путстве, в военкомат пришли представители власти и епископ Наринмарской и Мизенской епархии. И дай Бог, чтобы для каждого из вас этот день, наша сегодня встреча, послужила еще одним очень важным этапом в своем подвиге жизни, как христиан, как северян, как защитников нашей великой Родины. Вы ходите, мальчишка, возвращаетесь с мужчинами. И это здорово, это правильно. Год пробежит очень быстро. Но в армии, кроме того, что вы в КВИ, может быть, в таком длительном сроке будете далеко от своей семьи, есть еще много хорошего. Вы приобретете новые знания, новые навыки, которых, может быть, на гражданке никогда не смогли бы приобрести. Вы посмотрите по-другому на мир, а самое главное – оцените сами себя. Ну а военный комиссар Игорь Ибраев пожелал новобранцам грамотных офицеров, хорошего военного коллектива и, конечно, честной и интересной службы. Я вам желаю, чтобы у вас был хороший военный коллектив по главе хороших, грамотных офицеров и сержантов. Ну и второе, чего зависит ваша служба – это от вас каждого персонально. Первое – твоя внутренняя позиция, твой настрой на военную службу. То есть ты должен настроиться, отслужить честно, отдать свой долг Родине. И тогда все будет нормально. Тем временем на улице будущих защитников ждут родные, близкие, друзья. Ведь остается совсем мало времени, чтобы сказать им теплые слова и, конечно, сфотографироваться. Конечно же, гордость, во-первых. Ну, переживаю. Но это в меру. Вроде уже наплакались. Будем ждать. Переживание, конечно. Куда попадет. И гордость. Ну, а как, конечно, защищать. Недолго, скоро вернется, но все равно. Каким ждете его после армии? Каким ждет? Возмужавшим. Может, профессию какую получит еще в армии. Это последние минуты ребят с родными перед отъездом в распределительный пункт Архангельска. А впереди – военная рота, присяга и знакомство с частью. На новой земле новобранцы будут служить в разных войсках. Таких, как военно-воздушные силы, противовоздушная оборона или морской флот. Людмила Сидейская, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Установка чума, перетягивание палки, бег на лямпах, метание тензея на хореи, прыжки через нарты. Для тех, кто родился и вырос в тундре, пройти эти испытания не составит большого труда. Но кто справится с ними лучше, пытались выяснить студенты СГК и НАЭД. Минувшую субботу они представляли команды бригад Канинской и Большеземельской тундр в конкурсе «Смотрящие за оленями». Он был организован этнокультурным центром округа и посвящен году оленеводства в НАО. Первое задание конкурса «Смотрящие за оленями» – установка чума. Правильно расположить шесты – это только полдела. С ними участники команд справились быстро. Сложнее оказалось укрыть их брезентом. «Надо туда и туда и к шестам. Вот так, вот так, да? К шестам. Вот так. Приходилось вам в жизнь? Нет. Да. Ну как вы считаете, это же ваша команда. Получается у них? Или что она делает? Не знаю. Я, как говорится, я в палатке родился. Я не знаю, как это стоять. Пока Сергей наблюдает за работой своих товарищей и отвлекается на наши вопросы, команда соперников, сборная Большеземельской тундры, успела заскучать. С первым заданием они справились быстрее. А вот насколько правильно, решат эксперты. «Самое главное здесь не на время, а на качестве направленности». «Место выбрано правильно? Нет. Тоже, конечно, видите. Тоже в яме. Видите, да? Хотя можно было здесь выбрать. Видите, место есть? Правильно? Или же можно было, если места нету, им просто словесно сказать, что мы выбрали место. Ну, бывает такие, да. Ладно, мы с этим согласны, да? Ну что, минус тоже один, да? Да, минус четыре, значит. Четыре балла. Четыре балла. Команде Канинской тундры эксперты начислили три балла. Ребята допустили две ошибки. Неправильно выбрали место для установки чума в яме, куда будет стекать вода. И оставили слишком маленькое отверстие для печной трубы. А сверху должна быть дырочка побольше, чтобы вот эти искорки не задели. От противопожарных отношений, да. Безопасность должна быть учтена. Но не время расстраиваться из-за упущенных баллов. Время перетягивать палку. Стеснув зубы и не жалея своих рук, ребята со всех сил старались обойти своих соперников. Итак, приготовили. Максим! Максим! Поддерживаем! Максим! 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 Следующее испытание конкурса – бег на лямпах, деревянных охотничьих лыжах. Без норовки на них не то, чтобы пробежать, но и пройти дело непростое. Впрочем, если есть способности, не помешает даже длинный сарафан. Представительницы слабого пола в этом испытании смогли дать фору сильным парням. На лыжах приходилось раньше бегать на таких деревянных? На таких лыжах, да, приходилось. Когда-то с папой мы ездили за дровами, и было очень сугробно, и он давал мне такие лыжи, и я ходила. Между деревьев, правда, не по чистому месту. По словам экспертов, самое сложное испытание для участников команд – бросание тензея. Умение укоротить веревку и поймать цель – отличительная черта настоящего оленевода. Здесь все развивается, и точность, и глазомер, и погодные условия, естественно. Он же видит нужного оленя, он бросает вот именно что. А у них рога все, у всех ведь разные. Он бежит, и много оленей бежит, а вот он выбирает именно того оленя, он его накидывает на него. Они в движении, да? Они все двигаются, вот это самое сложное. Но это дело практики? Конечно, конечно. Ребята все юные? Да, да, да. Они все это приобрели. Они уже приобрели, как родились. Они в тундре родились, они живут в этих условиях. Это у них присуще, скажем так. Они с генами, с кровью приобрели это все. Пока ребята соревнуются в состязаниях, за ними с любопытством наблюдают болельщики. На твой взгляд, хорошо у них получается, нет? Хорошо. Хорошо. Вот для тебя какое состязание было бы наиболее интересным? Да. Ты в таких состязаниях участвовал? Да. Что у тебя получилось больше всего, что больше всего нравится? Кинзей метать. Кинзей метать? Да. Почему? Да. Но это же сложно, вот мне эксперт сказал, что это самое сложное задание. Я кидал уже. Кидал. Получается? Да. Заключительным испытанием конкурса были прыжки через нарты. Пока эксперты подсчитывали баллы, все желающие могли подкрепиться и согреться горячим чаем из самовара. Здравствуйте. А чем сегодня угощаете гостей? Холодец. Зельди копченые. Чай вот готовим. Чай из самовара я смотрю. Да. Потом печеные, рыбники с мороженой, батрушкой, со сметаной, с картошкой. Вот все такое холодчинное. Уха, пожалуйста, попробуйте вкусные, горячие. Время объявить победителей. Наибольшее количество баллов набрала бригада Большеземельской тундры. По словам организаторов, сотрудников этнокультурного центра НАО, в этом не было сомнений. Их чисто мужская команда ребят из группы оленеводов-механизаторов НАЭД естественным образом взяла верх. Ирина Никешина, Антон Водряков, Телеканал Север. Жители Ненецкого округа отметят День моржа. Праздник, призванный привлечь внимание к сохранению краснокнижного животного, состоится на площади Мороцей 24 ноября. Он будет проходить с 11 до 13 часов в форме спортивных игр, мастер-классов и творческих конкурсов. В 2018 году экологический праздник приурочен также к году оленеводства в НАО. Так, на протяжении гуляний будут проходить семейные и спортивно-оздоровительные соревнования, игры оленеводов и коренных народов Севера. Планируется, что команда из трех человек – ребенок, родитель и любой родственник или друг семьи – будут перемещаться по станциям, выполняя физкультурные и северные нормативы. Команды, выполнившие все задания, будут награждены призами. Те, кто не пройдет предварительную регистрацию, но захочет проверить свой уровень физической подготовки, смогут выполнить задания вне конкурса. Одно из ключевых событий Дня Маржа 2018 станет танцевальное состязание «Танцующий на зубах». Оно пройдет в формате флэш-моба. Тематический танец, посвященный краснокнижному животному, команды-участники будут демонстрировать внезапно для зрителей. Заявиться на данный конкурс могут группы от четырех человек. Наряду с конкурсами гостей праздника ждут мастер-классы, тематическая фотозона, выставка, ярмарка и многое другое. Вы смотрели новости на телеканале «Север». Всего доброго и до встречи в эфире.